О ситуации в ряде регионов мира в последние недели на передний план вышла проблематика Нагорно-Карабахского урегулирования. Сейчас, благодаря предпринятым усилиям, включая развертывание российского миротворческого контингента, этот процесс вышел на новый этап в соответствии с договоренностями от 9 ноября между президентами России, Азербайджаном и премьер-министром Армении. Я думаю, что прекращение боевых действий на основе этих договоренностей, конечно же, открывает дополнительные возможности для работы Международного комитета Красного Креста, который присутствует и в Армении, и в Азербайджане, включая и Нагорный Карабах непосредственно. Господин Маурер и его коллеги будут подробнее говорить о соответствующих аспектах своей работы в этом регионе в ходе своих встреч в Министерстве обороны Российской Федерации и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Мы считаем, что Международный комитет Красного Креста вполне способен сыграть важную и все более активную роль в преодолении гуманитарных последствий того, что произошло в Нагорном Карабахе. Мы знаем о том, как Красный Крест занимается вопросами, связанными с оказанием содействия в обмене телами погибших, возвращении пленных, других удерживаемых лиц. Это все очень важно для того, чтобы восстановить нормальные отношения между людьми различных этнических конфессиональных убеждений. Мы рассчитываем, что подключатся и другие гуманитарные структуры, прежде всего структуры Организации Одненных Наций, имея в виду Управление Верховного Комиссара по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов. И, конечно же, в Нагорном Карабахе остро стоят также задачи сохранения культурного наследия, и здесь свою роль могла бы сыграть ЮНЕСКО. В любом случае, Международный комитет Красного Хреста давно присутствует в регионе, многие годы, и его опыт был бы полезен для тех организаций, которые пока еще там не развернули свою работу. Мы исходим из того, что в интересах всех тех, кто проживает в Нагорном Карабахе и вокруг него, в интересах Армении, в интересах Азербайджана, иметь там активное и широкое международное присутствие. Одна из тем, которые мы традиционно обсуждаем с нашими коллегами из МККК, это ситуация на юго-востоке Украины. Комитет оказывает населению регионов важную гуманитарную помощь в условиях продолжающейся блокады со стороны Киева. Эта помощь наряду с российскими гуманитарными конвоями дает жителям возможность получать доступ к самому необходимому. Это очень важный источник гуманитарного содействия. День Марии Феношина, РТ. У меня также вопрос к обоим участникам пресс-конференции, господин Маурер, господин Лавров. Как развивается сотрудничество Красного Креста и России в рамках миротворческой миссии Москвы в Нагорном Карабахе? Какие мероприятия предпринимаются, чтобы помочь мирным жителям наконец-то вернуться к повседневной жизни? И какие вызовы вы видите основными на сегодня в регионе? И в продолжении темы официальный представитель Госдепартамента США сказал, что Вашингтон и Париж ожидают от России подробностей по поводу мирного соглашения. Готовит ли Россия какое-то объяснительное заявление в этой связи? Спасибо. Что сказал Петр? В отличие от российской стороны, Международный комитет Красного Креста давно работает, многие годы работает в регионе. В том числе непосредственно в Нагорном Карабахе. И, конечно же, после того, как лидеры Азербайджана, Армении и Российской Федерации договорились о совместном заявлении 9 ноября, в соответствии с которым российские миротворцы развертываются в Нагорном Карабахе и в районе Лачинского коридора, конечно же, для нас это был новый опыт. И в этом смысле те знания, которые накопили наши друзья из Международного Креста, конечно же, бесценны. Мы заинтересованы в том, чтобы обмениваться оценками ситуации, слушать советы друг друга. И мы почувствовали взаимность на стороне МККК. Отмечу, что помимо миротворческого контингента, который в любом случае должен заниматься и будет заниматься решением гуманитарных проблем, содействием конкретным людям, которые оказались в тяжелой ситуации, особенно тем, кто выехал из Карабаха, а теперь туда возвращается. И, конечно же, гуманитарная составляющая мандата наших миротворцев имеет очень и очень важное значение, наряду с вопросами обеспечения безопасности гражданского населения. Кроме того, помимо миротворцев, как вы знаете, указом президента Российской Федерации создан межведомственный центр гуманитарного реагирования, в составе которого будут объединены ресурсы и Министерства обороны, и Министерства по чрезвычайным ситуациям, и Министерства иностранных дел, и других соответствующих ведомств. И, конечно же, этот центр будет напрямую заинтересован в тесных контактах с представителями Международного комитета Красного Креста. И, в принципе, как я уже говорил, мы бы выступали за то, чтобы стороны конфликта признали значение расширения международного присутствия в Карабахе, и по линии управления комиссара по делам беженцев, и по линии ЮНЕСКО, по линии программы развития ООН, потому что вопросы восстановления разрушенного стоят достаточно остро. Мы убеждены, и здесь наши оценки совпадают, что чем больше будет такого присутствия, тем более благоприятные условия для восстановления этноконфессионального мира, согласия будут создаваться более эффективно. Насчет того, как там было у поэта, а из зала мне кричат «давай подробности», мне странно было это слышать, потому что, ну, что касается, например, французских наших коллег, то за последние дни десять дважды подробнейшим образом тема Карабаха обсуждалась по телефону президентами Российской Федерации и Французской Республики. Я около часа, наверное, говорил на эту же тему с моим коллегой, министром иностранных дел Жаневом Ледрианом. Американские наши коллеги также были проинформированы на уровне заместителя государственного секретаря, учитывая, что Майк Помпео на 10 или 12 дней, по-моему, уехал в зарубежное турне. Ну и, безусловно, с самого начала усилий, которые Россия прикладывала в интересах прекращения горячей фазы этого конфликта, мы работали в теснейшем контакте с сопредседателями от Соединенных Штатов и от Франции. 10 октября, когда в этом здании министры иностранных дел Армении и Азербайджана вместе с нами согласовывали свое заявление в то время, сопредседатели присутствовали, были полностью проинформированы. Затем, кстати, через несколько дней, через неделю, по-моему, уже президент Франции, ни с кем не обсудив подробности, выступил со своей инициативой, которую мы поддержали, не пытаясь усматривать в ней какую-то самостоятельность, которая будет наносить некий ущерб интересам Российской Федерации. Еще через неделю состоялась встреча в Вашингтоне, куда были приглашены министры иностранных дел Азербайджана и Армении. И опять же, здесь не было никаких обид ни с чьей стороны. Там так же, как и в Москве, были сопредседатели. Поэтому, если честно, я считаю, что подобного рода заявления, ну, они либо отражают недостаточную информированность тех, кто такого рода заявления выпускает, либо просто являются результатом недоразумения. Пожалуйста, Москва-Баку. Совершающий вопрос. Анна Усанова, информационное агентство Москва-Баку. Вопрос господина Лаврова. Сергей Викторович, на днях Вы отметили, что не видите признаков того, что кто-то пытается сорвать договоренности по Карабаху. Вместе с тем, премьер-министр Армении заявил, что сегодня Ереван считает для себя абсолютным приоритетом международное признание Карабаха. Его статус отметил, что армянские войска будут гарантом некого суверенитета Карабаха. Вот как Вы можете прокомментировать данное заявление? Не является ли оно некой угрозой для достигнутых договоренностей? И не могли бы Вы пояснить, не совсем понятно в заявлении размыто лидеров, подразумевается ли то, что армянские силы должны быть выведены абсолютно со всей территории Нагорного Карабаха, в том числе Ханкинди, Степанакерта, Акдере. Туда возвращены беженцы. И будет ли это контролироваться российскими миротворцами? И последнее, если можно, беженцы азербайджанские. По какой схеме подразумевается их возврат и в какие сроки? Спасибо. Вы знаете, я не могу комментировать интерпретации, которые оторваны от содержания самого заявления трех лидеров от 9 ноября. В этом заявлении изложено все, о чем договорились. Все то, что сверху добавляется тем или иным действующим лицом, является его или ее ответственностью. Мы отвечаем, я за эти слова отвечаю, отвечает Российская Федерация за то, что мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено. Если я правильно понимаю, в Армении сейчас идут непростые дискуссии, но 17 партий, которые объединились для того, чтобы поддерживать интересы своей страны, однозначно высказались против каких-либо попыток это заявление ревизовать. Мы из этого исходим и будем делать все, чтобы такие попытки не происходили и в любом случае не увенчались успехом. Насчет того, кто куда возвращается, кто откуда выходит, там все написано. И все это согласовано на высшем уровне. И у наших лидеров, у президентов Азербайджана и России, у премьер-министра Армении, есть четкое понимание о том, что все это нужно выполнять. Ну и насчет возвращения беженцев и азербайджанских, и армянских, они должны возвращаться в места своего традиционного проживания в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, в безопасности, добровольно. И, конечно, им должна оказываться помощь в обустройстве на местах своего прежнего проживания, тем более в тех случаях, когда эти места подвергались боевым действиям, и там требуются восстановительные работы. Мы сегодня об этом говорили. И здесь, конечно, международные организации могли бы сыграть свою роль. Мы будем всячески этому содействовать. Важно как можно скорее помогать желающим вернуться, сделать это в максимально безопасной, в максимально комфортной ситуации.